Звучит музыка Бачите, яка репанка. Оце вже, грубо говоря, можно заканчивать. Оце, друзьям, у нас тюлень. Третья штука. Третий тюлень. Кабан шмалиться. Фермы вже стоять. Пока шмалю. Ну я именно шмалку саму и взвешивание. В среду буду убирать. Еще одного тюленя. И тогда взважим. Как раз будет сегодня число. Думаю, в среду, если все получится, все нормально будет, то все покажу. Друзья, поставили все фермы. Ну то, что поставили, вы их видели, как мы их вытянули и привязали на верьевку. Ну а сейчас мы их уже все поварили, все посадили в свои места. Каждая ферма стоит в посадочном месте и каждая ферма обварена и сверху, и также встык прямо до стоевой трубы. Тут так. И тут. Да, дело не быстро. Потихоньку варим. Ну и, грубо говоря, поштучно. Но дело в том, что поварили. Все получилось ровненько, хорошо, мощно. То есть таки крепкенько вийшло. Ну, хорошо. Дядь Саня приходил и мы с ним то леса тягали и заваривали. Там наверху, тут по низу. И так само, ну там сразу леса стояли, воно и низ, и вверх удобно там было. То есть вот так там поподрезали, где добавили. Ну, короче, хорошо получилось. Итого получается, все фермы у нас стоять. Теперь нам остается только эти две торцевые стенки первую побрезать, ровненько трубу кинуть. И так же само, так же само, ось отсюда, тоже обрезать первую. И так само труба. И, грубо говоря, мы уже готовы для обрешетки наверху самого сарая. Но, ой, скажу, сарая, наверху самого зерносклада. Но я еще хочу по низу ферм прогнать пару веток. Именно низ ферм сварить. И так же поварить диагональ. Хотя пока на цей стенке. Это я имею в виду перед кровлей сделать. Так же, чего я так скажу, потому что оно делано быстро, боящийся, грубо говоря, почти через день убираю тюленей. Ну, вот, это начал убирать. Вот, сейчас мы сегодня убираем, сегодня у нас что, понеделок, потом в среду убираем, потом, я так понимаю, в пятницу. то есть, через день убирать тюленей. И это на весь месяц делал. А, чтобы убрать тюленя, его надо убрать, расширить. Если это почта, то это надо все пофасовать, все поважить, отправить людям, люди проплачут, и утром мы отправляем. То есть, это такая волокня, не быстро, не быстро, но, тем не менее, отправляем, люди получают, рады довольны, пишут свои отзывы и на канале, и пишут нам на Viber, все людям нравится. Единственное, что в Донецкую область не можем отправить, уже посылка была, все, два раза, то воно там не принимает, там у них отделение, то-те-те-те. И, короче, пришлось нам назад гроши вернуть, а ту посылку другим отправить. Ну, заказов много, один из по заказу, який удобный, что там у нас осталось, видишь, и отправляем. Ну, то и все так. Так что, друзья, то такие дела. сейчас, ну, особо не до самой стройки, особо, я же скажу, сейчас пока, оцей перед Новым годом, весь месяц, надо заниматься, убирать их, то есть, колоть кабасиків, тюленчиков, и реализовать. Поэтому, а так, стройка чуть-чуть, как бы, підзависла. Фермы-то разварили, все получилось, связано все, ну, отлично все. Погода, минус 10, и вчера в минус 10, минус 11, и сегодня в утром минус 10. то есть, минус 10, все сухое, все отлично, все хорошо, и роби не хочу. Короче, так. Так же, что у нас по новостям, по таким, ну, по новостям, по таким-то ничего нема. Тюленям, вот, как минус 10, закрываю эти два векунца, чтобы там было тепло, потому что начинают сбиваться, не тут, а начинают сбиваться под ту стенку. Ось, это их было у меня 20, минус 3, 17 штук. О, жить осякий. Короче, так. Тюленчики потихоньку, они не знают, что они уходят. Тут так хорошо, насколько тут удобно забирать кабасика на мясо, все просто. Но я там утром насыпаю, чи что, и они все едят. Я за ножку привязал, шик сюда, и все, и пошла, поехала туда. Ну, то есть, удобно тут уже, не так, как в сарае. В сарае, пока выведешь с клетки, потом, пока с сарае, он выйдет на длинном проходе. он не всегда еще идет. то есть, свои нюансы. А тут, вот, вытянул, все, он тут, хру-хру-хру, или тут крутится, или сам пішел на определенное место. Так что, и с нашими тюленчиками, все хорошо. канализация еще до верху, сантиметров 15, вчера смотрели. Короче, вот так. Первая партия, ну, получается, те, что старше на 20 дней, вот, а это и с черным пятном, старший. И они идут, сейчас, в первую очередь. А потом уже пидут, те, оцелес, меньше на 20 дней, вот того. Ну, то есть, те, какие меньше. То есть, вот так. Привет вам, передают тюлене. Так что, не забывайте ставить, вон, бачите, хвостик и вверх, или хвостик и вниз. Вот так, или вот так. Вот так. Так же, мы что сделали? Вчера, я с этого сарая перевел 8 штук поросят. Вон, бачите, на дворе мінус, открываю, сразу пар, там витяжки нема. Вот видите, какой пар иди. Оце же, ему никуда деваться, витяжки нема, и оно все осидает на потолку, и тогда мокрые стены, мокрые потолки, все мокрое. Это же из-за этого, что нема витяжок. Вот здесь, и возьмите, я открываю, где вообще их густо насажено, и где в них тепло. Я так сейчас сделаю, чтобы двери не закрывались. О, видите, тут теплее, чем там. Тут мы не топим, они тут густо сидят, у них тут теплота, и тепло сухое. Видите, нема пара. Ось, даже факт, на лицо, смотрите, тут витяжка работает, вон, шахта, нема пара ниже, и там тепло. И тут, тут мы топим каждый день, чтобы просыхало, чтобы было им тепло, то есть топим каждый день тут, а каждый каждой после обед топим на ночь. Паре где? То, что витяжек немало. Ось, в чем разница, от сиростей в сарае, от конденсата. Так само у меня в сарае здорово. У меня там три витяжки. Сейчас двое закрыто полностью на гухаре, а та первая самокрайня открыта. Не, что поросята маленький, не этот. И нормально, хорошо. А как было порося, я закрыл три. Думаю, лучше, как лучше, светом там были нюансы. И сейчас светом, а сейчас генератор у меня робит, я просто генератор выключил, чтобы не гудил. И закрив там три витяжки. Вот в этом сарае был опороз. И все потолки у меня сразу буквально на вторые сутки все стало, ну, видно, что таке влажное, мокрое. Все потолки. Открив одну витяжку, одну эту, прошли сутки, смотрю, все начало подсыхать, все хорошо, и сейчас сарае заходишь, сухо, комфортно, хорошо. Это одна. А как их будет больше, сейчас еще воды полью и покажу дальше. Хай пока. Сейчас будем уже мить. Вот сюда я, у меня их тут было 30 штук. Вот тут 30 штук. И отсюда я вчера 8 забрал. 8 штук отсюда. А тут я оставил 22 штуки. Вот с ним, друзья, уже у нас 29 или 30 было 60 дней. Я так и не важу, если будет время, потому время нет. Хоть все сважет ради интереса, сколько 60 дней от рождения. Ну вес не маленький, я думаю, будет. А там кто знает. Это получается эти и эти. Это один вывод подыно порос. И эту половину я забрал. Тобарашкин. Они меньше на 9 днём. Снимать невозможно. Сразу поти я протираю камеру. короче, это я оставил 22 штуки на левые полы. То есть, как мы выведем отсюда полностью уберем тюленей. Вот этих вот уберем всех. На мясо уже убираем. Останется, ну я думаю, может оставлю там после Нового года штук 4, 5, 6, ну не знаю, сколько будет, чтобы подрастали. Закрию их сюда, в эту сторону, в правую, меньшую половину. Поставлю перегородку, там для 5 хватит. Потом выкачаю полностью яму, а потом открию оту дверь и оттуда загоню этих 22 штук сюда, чтобы им было тепло вместо 5-6 штук, сколько остается. Ну а пока же перекрию, все выкачаю, потом тих запустил. Ну так само же попитбилюем тут повиметаем всю паутину, грязь вымоем тут все порозмакуем, то есть наведем порядки. Ну надо пока цих убирать. То есть сейчас у меня задача в течение этого месяца убрать этих тюленей по максимуму и реализовать. Ну а потом уже пока еще эти 25 дней до Нового года чи меньше вовцы будут тут будем тут убирать насыпать им и то есть хай подрастает на перегон туда. С этой клетки с первой ось за цей 8 штук я вчера забрал 8 штук с Барашкиного выводка их было тут 8 а там 6 или 7 и вот я отсюда забрал 8 штук и перевел их в здоровый сарай они уже там бо и там надо чтобы тоже на зиму пополнялось чтобы тепло было в сарае там еще потом опороз нюркино опороз киевлянки и обезьянки там часть меня заберут а часть я их тоже оставлю потом переведу оттуда сюда на доращивание тут подростим месяцок и опять их туда чтобы там сарае всю зиму было тепло в том здоровом сарае но планирую вот так ну а коли освободюсь более менее после нового года я там не знаю когда это будет может до нового года и то займемся кровлей ангара зерносклада там я смотрю плюсики будут то есть или минус 1 минус 2 плюс 1 0 то есть можно будет заниматься уже ангаром ну думаю так друзья показал какие у нас новости бо бывает надо снять ролик вот даже их надо вважать оцех 60 дней не хочется тягать да и времени нема особо на все я этих тюленей еще не вважал не знаю сколько убираем это зважу в среду буду ролик то зважу уже в среду короче вот так да вот так они видятся хорошо душ удобно отсюда выводить на мясо это просто не нарадуется не надо кучу людей помощь бывает вообще легко сам выйдет бывает трошка пригодится потянуть за заднюю ногу раз и он уже тут и все а что я тут сразу и шмалю он рядом короче таки друзья дела так так вот таки у нас морозики вот таки у нас кабасики сейчас надо бить быстро розчекрижовать его и заниматься дальше короче так погода хорошая небо украинское самое лучшее минус все замешаю снига